МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Гарант защиты мира и стабильности. В регионе прошли торжества, посвященные Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси. Безопасная среда детства. В школах отрабатывают действия в чрезвычайных ситуациях и меры их профилактики. Из трудной ситуации всегда есть выход. О работе уникального для страны кризисного центра в интервью программе рассказала руководитель областной организации Красного Христа Алла Смоляк. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Тысячи человек во всех регионах приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. В гумеле у Вечного огня на площади труда собрались руководства области и города, ветераны, представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь. Участники митинга возложили цветы и венки к братской могиле героев, павших в боях Великой Отечественной войны. Почтили память погибших минутой молчания. Продолжились мероприятия торжественным собранием и концертом. Марина Джалая с подробностями. Ни метель, ни по-февральски суровая погода, ни помеха для празднования таких дат. На площади труда у Вечного огня люди, которые дорогой ценой и долгим и тяжелым жизненным путем шли для нас к Великой Победе. Наши ветераны, которые, несмотря на очень почтенный возраст, приходят сюда с красными гвоздиками и искренностью в сердцах. Вспомнить тех, кого больше нет на этом свете. И поздравить тех, на ком сейчас держится безопасность нашего государства. Молодое поколение, сменившее нас, ветеранов войны, будет твердо стоять на своих границах, защищая свою родину, защищая жизнь своих близких. Пусть всегда будет над нами мирное небо такое, как сейчас. Пусть всегда наши дети будут спокойно ходить в школу, учиться, получать образование и поэтому всего самого наилучшего. Они не унывают, гордятся мирной жизнью в красивом современном городе, возможностью встречаться, обмениваться новостями и мечтать о таком же спокойном будущем для себя и своих потомков. Гордимся, что город хороший, живем в таком городе приятном. И вот погода, видишь, я в войну так воевал, еще хуже погода была. Держались. А сейчас тем более должны держаться, в такую погоду показать, что мы замечательные люди, боевые, слаженные. День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь – праздник каждого жителя Беларуси. Каждого, кто знает цену мирной жизни. Каждого, кто уважает предков и желает видеть свою страну счастливой, мирной, независимой. Каждый наш гражданин является защитником своей Родины. В мирное время кует победу, в военное время побеждает. Поэтому всех хочу поздравить с праздником, пожелать светлого неба, доброго здоровья, тепла, уюта в домах, любви и счастья в семье. Сюда пришли люди, которые потеряли в войнах своих близких. И поэтому теперь помогают тем, чья судьба так или иначе была связана с войной. У меня два брата военных, ну отставники уже. Я в Совете ветеранов железнодорожного района. Вот отец у меня участник войны. Ну он умер уже, но он тоже был военный после войны. Ну что, вообще-то это праздник замечательный. У меня тоже жизнь связана все время с военными. Во-первых, у меня папа и мама участники войны, но они, правда, уже ушли в мир иной. Муж мой афганец, тоже сейчас его уже нет, он уже умер. Праздник продолжился в Гомельском областном драматическом театре. Здесь прошло праздничное собрание в честь Дня Защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Завершилась первая часть мероприятия – возложение венков и цветов к памятнику у Вечного огня на площади труда. С окном остались метели и сильный ветер. Сейчас в драматический театр собираются люди, чтобы отдать дань памяти тем, кто добывал для нас свободу в годы Великой Отечественной войны. И тем, кто охраняет рубежи Беларуси сейчас. После торжественной части начался концерт, номера которого один за другим напоминали о подвигах наших предков, о победоносном пути нашей страны и о том, что самый счастливый день – сегодняшний. Потому что именно сегодня каждый человек может сделать что-то хорошее, чтобы завтрашний стал еще лучше. Неразрывная связь прошлого и настоящего – путеводная нить нашей жизни. Жизнь с благодарностью предкам и желанием, чтобы у наших потомков было счастливое, мирное будущее. Марина Джала, Игорь Морищенко, Новости недели. Одним из главных событий прошедшей недели можно считать объявление в Беларуси «Единого дня безопасности». Несмотря на название, акция продлится в течение полутора недель. Профилактические мероприятия пройдут в высших учебных заведениях, торговых центрах, на предприятиях и, конечно же, в школах. Правда, какого-то ажиотажа в эти дни здесь не наблюдается. Целенаправленная работа по созданию безопасных условий для учащихся и преподавателей в средних учебных заведениях проводится постоянно. Для того, чтобы ознакомиться с лучшим опытом, наши корреспонденты выехали в Мозырский район. 16-я Мозырская средняя школа – учреждение, которое еще с момента строительства планировалось как образцовое. Здесь действительно есть на что посмотреть, начиная от действующей системы видеонаблюдения. 98 камер в режиме реального времени контролируют как пришкольный участок, так и все коридоры внутри школы. Они перекрывают все коридоры, они перекрывают территорию школы, подъезды к школе, входы школы и самое главное – это коридоры, порядок в коридорах. По словам администрации школы, сегодня здесь готовы рассмотреть варианты установки камер видеонаблюдения и непосредственно в учебных классах. В финансовом плане стоит это недешево. Однако и плюсы очевидны. Предотвратить возможные конфликты на всей территории учреждения образования – задача не менее важная, чем дать школьникам полноценные знания. У некоторых учащихся такая информация, что учитель где-то незаслуженно обидел учащегося, либо незаслуженно поставил какую-то отметку. Поэтому, когда происходит запись на видеокамеры, можно всегда доказать правоту учителя и быть защищенным. Гордость 16-й Мозырской школы – электронный каталог безопасности. За почти 7 лет после открытия учреждения коллектив преподавателей буквально перевернул горы литературы, начиная от статей в газетах до информации на сайтах. В результате создали информационный продукт, который можно использовать для обучения школьников основам безопасной жизнедеятельности. Все обрабатывалось, перерабатывалось, мы осмысляли. Весь материал мы распределили под старших школьников, под младших школьников, то есть по возрастам. Материал мы широко используем, его можно широко использовать на классных часах, мы можем использовать на родительских собраниях. Современные IT-технологии сегодня используются не только для обучения. В той же 16-й Мозырской школе в онлайн-режиме можно получить бесплатную консультацию психолога или представителя администрации. Достаточно выйти в интернет и рассказать о своей проблеме. Мы назначаем время проведения онлайн-консультации. Родитель находится у себя дома, включает компьютер, а естественно узкий специалист приходит в информационно-библиотечный центр и подключает компьютер и проводит консультацию. Хотя интернет может быть не только помощником, но и действительно всемирной паутиной, опасной для жизни. Об этом педагоги знают, возможно, даже лучше представителей других профессий. Только в прошлом году в Гомельской области зарегистрировано 4 случая суицида и 39 попыток школьников нанести себе физические травмы. Эти цифры в начале года были озвучены на областной конференции Главного управления образования и не являются закрытыми. К сожалению, действительно очень много негативной информации учащиеся получают через социальные сети. И родители многие просто об этом не знают. Поэтому состояние наших учащихся тревожности, депрессии, агрессии, конечно, в большинстве своем идет из интернета. Страхи и конфликты со сверстниками, сложности в изучении школьных предметов, способность творчески мыслить и давать действительно уникальные советы. В учреждениях образования, где на самом деле хотят учесть все особенности развития современного ученика, к составлению его психологического портрета подходят с научной точки зрения. Когда для некоторых школьников информация из интернета – это больше, чем реальность, а под влиянием картинок падает способность к сопереживанию, здесь есть над чем задуматься взрослым. То есть это влияние и средств массовой информации, и дети получают больше информации, они перегружены. Мало отдыха, семейные взаимоотношения тоже можем сюда включить, то есть это может быть неблагоприятный эмоциональный фон в семье, ребенок тоже может быть замкнут и поэтому. Своеобразное ноу-хау Мозырского района в плане обеспечения безопасности учебного процесса – так называемые экспресс-линейки. Обычно они проводятся в сельских школах, где можно практически одновременно собрать всех учеников и преподавателей. Такие встречи позволяют не только на месте получить ответы на многие вопросы, но и часто изменяют отношение школьников к происходящим в обществе событиям. Особенность линейки заключается в том, что я приглашаю на эту встречу всех детей от пятого класса до одиннадцатого и всех педагогов, присутствующих в школе. И на протяжении 30-40 минут мы рассуждаем с ними на вопросы безопасности. Удивительное явление, когда дети собираются вместе с учителями на обсуждение этой темы, у них возникает чувство доверия, и они раскрываются, раскрепощаются. В литературных произведениях начала прошлого века учитель был не просто особо уважаемым человеком. При разговоре с ним мужчины обязательно снимали шапку, а в местной лавке товар для учителя отпускался без очереди. Времена изменились, и никто уже не говорит о необходимости таких отношений. Но это совсем не значит, что профессия учителя не должна оставаться престижной. Может, мне помогает то, что я просто местный житель, и тут родилась, и тут на месте живу все это время. Поэтому как-то мне ближе то, что и помогает с детьми работать то, что я знаю всех родителей, которые здесь живут. Махновическая средняя школа – учреждение образования относительно небольшое. Сегодня здесь обучаются всего около 80 детей. Однако такая комплектность имеет и свои плюсы. Учителя знают об учениках все, как в самой школе, так и за ее стенами, что позволяет оперативно реагировать на любую внештатную ситуацию. Впрочем, когда такие ситуации возникали в последний раз, никто вспомнить так и не смог. Как и случаев игнорирования учениками, просьба взрослых. Конечно же, нужно соблюдать субординацию и никогда не ставить в себя такие рамки, как будто бы я являюсь подругой для ученика. Для ученика я учитель, взрослый человек, человек с опытом, который приходит на урок, чтобы вести урок и давать ему знания. Ученик должен это понимать. Этот учебный день в Махновической школе заканчивается не совсем обычно. После завершения предусмотренных расписанием занятий в первый класс приходит третьеклассница Арина Силич. Уже почти два года девочка изучает курс «Основ безопасности жизнедеятельности» и сегодня готова поделиться полученными знаниями со своими младшими друзьями. Проект «Равный обучает равного» в Мозырском районе реализуется не первый год. Однако здесь не отмечено ни одного случая, когда бы он не показал своей эффективности. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели. Ровно 75 лет назад проходила Рогачевско-Жлобинская операция. За два дня советским войскам удалось прорвать оборону противника и форсировать Днепр. 24 февраля 1944 года Рогачев был освобожден. На торжествах в честь этого события побывали наши корреспонденты. Продолжение темы далее в обзоре от службы информации. В программе мероприятий, приуроченных к 75-летию освобождения города от нацистских захватчиков, торжественное шествие и митинг – военно-историческая реконструкция Рогачевско-Жлобинской наступательной операции. Как известно, Рогачев во время Великой Отечественной войны освобождали дважды. В июле 1941 года 63-й стрелковый корпус Леонида Петровского форсировал Днепр и вошел в город. На один месяц и один день в Рогачеве была восстановлена советская власть. Во второй раз Красная Армия вошла в город в ночь на 24 февраля 1944 года. В Москве в честь освобождения Рогачева был дан артиллерийский салют. 26 февраля 13 соединениям и частям присвоено почетное звание Рогачевских. В Ветковском районе перезахоронили останки 56 воинов Красной Армии. Полевые поисковые работы в деревне Рудня-Спонецкое были проведены в сентябре прошлого года. Одновременно велись исследования в архивах, в результате которых удалось выяснить имена 53 погибших. После завершения всех необходимых процедур останки перевезли в братскую могилу, которая находится в деревне Тарасовка. Учения по реагированию на чрезвычайные ситуации в рамках Единого дня безопасности проходят на крупных предприятиях региона. Согласно легенде, в результате короткого замыкания на кондитерской фабрике «Спартак» произошел пожар. С сиренами и включенными проблесковыми маячками на территорию предприятия въехали более десятка машин-спасателей, скорая помощь, аварийная газовая служба и милиция. Действия ответственных службы персонала в условиях пожара отрабатывали также на Добружском фарфоровом заводе. Тут, по легенде, на участке по производству гофротары загорелся картон, пострадали сотрудники цеха. Мероприятия, приуроченные к акции «Единый день безопасности», продолжатся по всей стране до 1 марта. Гомельский обл. полком по итогам 2018 года признан победителем республиканского конкурса на лучшую практику деятельности органов местной власти по реализации государственной культурной политики. В номинации «Лучший областной центр республиканского конкурса «Город культуры» победу присудили Гомелю. Награды конкурса «Человек года» в сфере культуры получили руководитель заслуженного любительского коллектива «Белоруссия» на образцовой студии циркового искусства «Арена» Мария Кузнецова и директор Гомельской областной универсальной библиотеки имени Ленина Марина Рафеева. От чистого сердца. Не так давно в Гомеле открылся кризисный центр белорусского общества «Красного креста». Он уникальный в своем роде даже в масштабах Беларуси. Организаторы рассказывают, здесь всегда окажут помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. И поясняют, надо понимать, центр или, как его еще называют, теплый дом, не ночлежка. Здесь дают возможность перезагрузить проблемную ситуацию. Начать сначала, найти работу, восстановить документы. О кризисном центре и людях с большим сердцем интервью с председателем областной организации белорусского «Красного креста» Аллой Смоляк. В конце декабря 2018-го в Гомеле появился уникальный, а даже в масштабах страны, кризисный центр для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В самом начале, буквально коротко, чтобы было понятно. Другими словами, это временный приют? Своего рода временный приют для тех людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это люди, которые оказались, может быть, на улице, которые потерпели, значит, в результате пожара лишились жилья. Это люди, которые не получили статус беженца у нас в стране, значит, и те, которые ждут добровольное возвращение домой. Это женщины, которые задерживаются на границе с детьми, с маленькими. Они не могут размещаться в ВВС, поэтому они могут у нас разместиться. Это женщины, которые пострадали от домашнего насилия. Это и люди без определенного места жительства? В первую очередь. Приют создавался именно для этого. Кризисный центр – это своего рода дом, где они смогут социализироваться и вернуться к нормальной жизни. Во всяком случае, мы на это рассчитываем. Главное – социализация не только приют ради приюта. Если откровенно, как чувствуете, все ли действительно хотят меняться, хотят искать работу, меняться сами и менять свою жизнь? Ну, вы знаете, когда встречаешь человека на улице и предлагаешь ему помощь, не все хотят эту помощь получать. Ну, первое то, что люди спрашивают, какие условия пребывания на территории кризисного центра. Безусловно, он должен быть трезвый, безусловно, он должен отказаться, если это ранее употреблял наркотики, он должен отказаться от наркотиков, он должен пройти флюорографическое исследование и получить справку о том, что он не болен туберкулезом. Он должен получить справку о том, что он не является носителем различных кожных заболеваний. Дальше пройти санобработку и поменять свою одежду грязную на чистую, для того, чтобы он мог прийти уже в чистой одежде, он проходит санобработку. Ну, и самое главное желание человека вернуться к нормальной жизни, устроиться на работу, получить какое-то жилье. Это, конечно, самое главное, чтобы он этого захотел. Безусловно, мы помогаем, мы сотрудничаем с различными инстанциями, начиная от милиции, заканчивая, значит, и врачами. Это комиссия по трудоустройству и социальные службы, которые восстанавливают документы. Это и УГИМ, наш Управление гражданства по миграции, которое, если люди без паспорта, некоторые люди даже есть из Советского Союза, которые не поменяли паспорт. И, конечно, это может продлиться более месяца его пребывания в кризисном центре. Пока кризисный центр работает вот уже второй месяц, у нас пять постояльцев и у каждого своя судьба. Каждый имеет право на второй шанс. Вы в этом убеждены и с этим девизом работаете и живете. Чем могут гамильчане помочь в этом добром деле? Ну, я бы ко всем обратилась. Нам нужна всякая помощь. Вы знаете, для того, чтобы социализировался один человек в общество, по подсчетам нашим, вот за месяц мы тратим, это где-то порядка 120 рублей. Это минимальное? Это минимальное, это даже без еды. Не хватает нам, конечно, на то, чтобы закупать постоянно продукты, чтобы кормить этих людей. Дальше вы знаете, что холодная погода, и хоть у нас установлены 22 контейнера по области, но в основном это женская, детская одежда. Мы можем передавать. Мужской одежды мало, поэтому мы нуждаемся еще и в мужской одежде. И, безусловно, только членских взносов недостаточно на те нужды, которые сейчас возникли уже в процессе жизни этого центра и постояльцев в этом центре. Два человека, прожив уже месяц, уже трудоустроились. То есть это уже результат. И они смогут себя уже прокормить и вернуться полноценно к этой жизни. В дальнейшем это 10 человек, во-первых, там одномоментно может пребывать. И каждый человек, каждым днем, он несет какие-то определенные расходы. Поэтому я обращаюсь ко всем, всем миром собрать, кто что может, и приносить. Свердлово 21, наши двери открыты, и мы рады любой помощи. Алла Викторовна, спасибо за интервью и за то дело, которое для вас и ваших коллег стало делом жизни. Спасибо вам, Александр. Эта неделя в Беларуси прошла под знаком родного языка. По всей стране организовали десятки выставок, встреч и акций, посвященных белорусской мове. Так, в Национальной библиотеке представили уникальную рукопись перевода Евангелия. А в музее Якуба Колоса писали диктант по произведениям классика. В Гомеле ко дню родного языка приурочили выставку национального костюма и традиционную акцию «Читаем разом». Об этом и других культурных событиях нашего региона расскажет Анна Корольчук. В 19 веке дамы были также сентиментальны и чувствительны к красоте, как современные барышни. Свои покои они украшали дорогой мебелью, вычурными зеркалами, гобеленами, фарфоровыми статуэтками. Свои наряды также дополняли ажурными воротничками, сумочками, веерами и зонтиками. Каждый такой аксессуар отражал стиль и характер своей хозяйки. Увидеть множество женских вещиц прошлых веков можно на выставке «Шершеля фам» во дворце Румянцевых и Паскевичей. Экспонаты для нее предоставил гомельский коллекционер Сергей Путилин. Выставочные залы разделили на зоны, посвященные разным сферам жизни женщин. В будуаре дамы прихорашивались, в кабинете писали письма и читали, в гостиной рукодельничали и играли с детьми. Среди привычных предметов можно найти достаточно редкие, например, щипцы для сушки лайковых перчаток. В Международный день родного языка в областной универсальной библиотеке имени Ленина открылась выставка книг «Тропинками родного слова». Еще одним событием стала акция «Читаем разом». В качестве почетного гостя на нее пригласили известного писателя и драматурга Василия Ткачева. А в Центральной городской библиотеке имени Герцена открылась выставка традиционного белорусского костюма. В экспозиции предметы одежды первой половины XX века из коллекции Александра Никитина. Сотрудник филиала Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций на протяжении шести лет ездит в экспедиции по Восточному Полесью, чтобы собрать этнографический материал. В его коллекции уже более ста предметов одежды. Присоединилась к празднику и телерадиокомпания «Гомель». 21 февраля на белорусском языке разговаривали ведущие радиостанции «Гомель-ФМ». А в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» в течение всего дня выходили выпуски передачи «Размовляем по-белорусску». Мировые саундтреки «Три на бис». Симфонический оркестр Гомеля представил популярную концертную программу на сцене Дворца культуры железнодорожников. «Король-Лев», «Гладиатор», «Криминальная чтива», «Кот да Винчи» и «Крестный отец». Саундтреки к этим фильмам любимы миллионами и каждый раз вызывают восторг от прослушивания, особенно в живом звучании. Известные мелодии исполнили для гостей Гомельский симфонический оркестр под управлением Мурада Асуила и солисты коллектива. В этом году знаменитая на весь мир кукла Барби отмечает 60-й день рождения. Самые яркие эпизоды из ее жизни представили на выставке в Гомельском театре кукол. Экспозиция из 12 тематических площадок рассказывает про ее учебу, путешествия, профессиональную деятельность и личную жизнь. Вместе с главной героиней ее молодой человек Кен, подруги, дети и животные. Самым резонансным культурным событием недели можно назвать проект «Я художник, я так вижу». Его участниками уже стали 80 творческих людей Гомельской области, профессионалы и любители разных возрастов. Шанс заявить о себе им предоставила картинная галерея Гавриила Ващенко, которая впервые в регионе организовала подобную выставку. 130 авторских работ, среди которых картины, вышивки, иконы, куклы и композиции из пластика украшают залы галереи. Прием произведения искусства продлится до 31 марта, завершение экспозиции. Дополнять выставку будут каждое утро. Далее узнаем, чем нас удивит следующая неделя. Премьеру комедии «Французский ужин» по повести Марка Камалетти готовит Гомельский областной драматический театр. Зрители увидят, как семейная жизнь французской четы превращается в запутанный клубок из интриг, недосказанностей и притворства. Достаточно собрать за одним столом мужа, жену, их любовников и кухарку с супругом. «In Rock Style» — новую программу для поклонников рока подготовили артисты эстрадно-симфонического оркестра имени Юрия Василевского. Мелодии, наполненные энергией и свободой, хиты Led Zeppelin, Queen, Metallica, Pink Floyd и других рок-групп прозвучат в новом формате. Ведь рок в исполнении оркестра — это определенно творческий эксперимент. На этом пока все. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова